здравствуйте дорогие друзья всем доброго дня доброго времени суток доброго здоровья сегодня у нас на обзоре тут стоит три разных мото бота но на обзоре на конкретном у нас сегодня такая модель от гаяна итальянские боты cj 12 сегодня я расскажу отличие от одноклассников то есть от соседних моделей в зависимости от цены естественно материалы по защите расскажу по различиям ну то есть все в принципе расскажу все вопросы которые интересуют обычно ну приблизимся поближе начнем так скажем с осмотра самого ботинка обязательно подошел начнем с особенностей почему же эти боты так скажем стоят дороже чем gx1 дороже чем реакт джерик тоже от гаяна то есть в чем их принципиальное отличие за что вы должны или за что вам нужно переплатить эти деньги начнем сверху вниз сверху наконец-то добавили регулировку для тех у кого высокий подъем то есть у кого и кроножка мощная либо у кого здоровые наколенники со стандартными ботами они просто элементарно не поместится сюда гаяна добавили в эту модель вот такую интересную штучку здесь наружи три болтика видим внутри он есть регулировки то есть в принципе на две позиции еще сместить вперед защиту вы спокойно можете у вас примерно миллиметров на 20 прибавится расстояние от защиты кости до ноги соответственно вы сможете спокойно их таскать как бы вообще без вопросов далее добавили очень хорошую перфорацию то есть в кроссовых ботах как бы главное болезни главный урок это то что нога практически не дышит из-за материалов то есть в основном пластик резина это материал не очень дышащий здесь добавили уже перфорацию то есть в местах икроножные мышцы ниже и ниже и ниже то есть он в принципе перфорирован далее добавили новую накладочку очень интересно можно заметить что здесь она другого плана то есть другая накладочка из другого материала даже по ощущениям и на gx их тоже вот здесь сделали более большое покрытие короче говоря далее по наконец-то мы добрались до шарнира то есть с gx ими нет смысла сравнивать там идет просто имитация шарнира конкретного шарнира там нет по бумажкам так скажем так чипсы вот сравнивать будем с реактами то есть наличие шарнира как бы налицо все есть принципиальная разница составляет в том что шарнир здесь с одной стороны есть а с другой стороны у реактов уже нет шарнира а здесь он также продолжается из другой стороны соответственно двигаются они еще более живо то есть еще более свободы в движениях все это есть шарнир ходит двух проекциях то есть можно посмотреть так вот в этой проекции ходит короче вот так вот и вокруг своей оси то есть что анатомически более точно повторяет движение именно голеностопа при изгибе то есть нога идет немножко вперед вот нога идет немножко вперед и вращается вокруг своей оси назовем это так поэтому анатомически они гораздо лучше повторяют форму ноги также по поводу изгиба ноги самой то есть анатомические расчеты применены здесь тоже все сделано здорово далее это отличие касается именно gx то есть вот здесь можно приблизить отбойная пластинку то есть она здесь сделана ну максимально упрощенно то есть путем надрезов и соответственно закрепление изгиба соответственно прочность конструкции немножко от этого страдает от того что деталь разделена на несколько частей здесь пластины идет полностью однородная то есть она уже именно сделано специально под этим moto бота соответственно снизу тоже и плюс конечно же толщина то есть толщина пластины тоже прям отличным далее по поводу прошивки то есть прошивка идет двухуровневая практически везде но в тех местах которые страдают в изгибах то есть здесь сделано трехуровневая прошивка то есть в местах изгиба они подумали на будущее так скажем и сделали хорошенько прошитые бота то есть можно уже смело сказать что эти бота вполне подойдут как бы для хардовых покатушек ну раз-два вообще далее внутреннюю часть не кстати тоже изменили сделали более приятные подкладки то есть который более амортизирует удар это запатентованная технология кстати гаяр на именно такой материал на подкладе тоже такой момент да по поводу стельки стельку сюда поставили тоже новую которую принципиально отличается от gx1 то есть и от ректов стелька опять же анатомическая идет с усиленным удара гашением то есть чем мы известны собственно гаяр на то есть гашение удара от подошвы и стелька сделан таким образом чтобы поддерживать ногу при наклонах короче говоря и усиленная пятка так раз мы дошли до низ туда про подошву тоже подошвы здесь сделано из несколько таких слоев то есть это тоже технология которая относится только гаяр на то есть они ее запатентовали если какие-то другие боты делают то же самое то это только перекуп патента удара гасящая резина из-за этого как раз таки вот удары по подошве не проходят к вам в ногу так скажем так что у нас еще интересного естественно части изгиба сделаны из натуральной кожи то есть натуральные материалы которая все равно дополнительно немножко дышит то есть нежели чем есть бы все это было сделано из пластика конкретно по поводу застежек застежки вот на это относится уже просто ко всей фирме гаяр на то есть в отличие от дешевых moto-бот застежки все элементы застежек то есть продаются отдельно то есть в принципе если вы сломали конкретно застежку допустим вы спокойно и вот отсюда отсюда вытаскиваете и и и вот этот хлястик отдельно продается под заказ то есть можно все это привести также сама застежка сделана тоже на заклепке то есть это все тоже меняется но чаще они продаются то есть в комплекте с платформой крепления что у нас еще про них интересного можно такое сказано в принципе такой простой обзор без излишеств то есть без каких-то умных слов особых все по-человечески то то что нужно обычно ценник на них на данный момент составляет 36 590 наш мотосалоне наличие есть приходите покупайте кайфуйте и катайтесь